Мы будем решать задачу, когда вы будете собирать. Следующий. К нам правительство Москвы обратилось к их пресс-департаменту с следующей задачей. Существующий технологический уклад разделил работу и дом. Раньше работа была внутри дома, по хозяйству, дети смотрели на своих родителей, учились красиво. Сейчас дети находятся отдельно, родители на работе отдельно. И если для папы это еще более-менее, то баланс для мамы между работой и семьей – это основная сейчас проблема. PR-отдел, пресс-отдел в районе Москвы хочет привлечь внимание к этой проблеме, чтобы общество само выработало решение. Проморок предлагает рабочую неделю 60 часов. Есть, наверное, какие-то другие предложения. Нужно их выработать. Для этого нужно инициировать обсуждение самой задачи. То есть мы не будем сейчас искать само решение этого баланса. Мы будем искать решение, как привлечь внимание. Не так, чтобы в интернете появлялось по тысячам послов на эту тематику в неделю. В каждой газете минимум раз в неделю выходила статья или заметка на эту тематику. А телевизионные каналы хотя бы раз в неделю освещали с историей точки зрения именно проблему баланса между работой и семьей. Итак, вопрос. Как это сделать? У вас есть минута для того, чтобы записать свои мысли. Как привлечь внимание к обсуждению баланса между семьей и работой? Минута. Ну так, то, что вы написали, сейчас отложите или перенесите на страничку, потому что это были те ваши решения, которые вы нашли. Ну, не сходя из вашего. А теперь мы попытаемся найти решение с помощью методов мышления. И сравним, что же у нас получилось. Те решения и эти решения. И сделаем вывод. Работает даже или очередная штука. Взяли чистый листочек? Итак, задачка та же самая. Итак, мы ищем способ, как привлечь внимание, чтобы люди начали обсуждать проблему баланса между семьей и работой. И первое ваше задание. Нарисуйте, пожалуйста, проблему. Минута. Перечислить, пожалуйста, положительные моменты того, что женщина работает, а не воспитывает ребенка. Вы писали чудесно. Теперь минусы. Какие минусы есть у того, что женщина работает, а не воспитывает ребенка? Введите обратную связь между женщинами и обществом. Женщина – это не общество? А? Женщина – это не общество? Ну, например, я – часть общества, а женщина – не часть меня. Курица не птица. Женщина – такая же часть общества, а вы не часть, а тем женщина. Это нормально. Введите обратную связь между женщиной, которая является частью общества, и самим обществом. Это хорошо. Неправильная формулировка. Да, да, да. Блин, мы тут все делаем не так, как вы обычно привыкли. Именно поэтому у нас получается неочередное решение. В конце вы увидите сами у себя. Следующее. Найдите катализатор для поиска баланса между работой и семьей. Ну что ж, пожалуй, будем завершать. Из всего списка идей, которые вам в голову пришли, выберите наиболее толковые, попытайтесь их объединить в одной кратенькой 30-секундной презентации. Пожалуйста, скажи. 30 секунд, пожалуйста. Я думаю, что женщины должны начать обменивать опытом, по поводу того, как они не получили совмещать работу и воспитание детей. Женщина убегает с работы, чтобы быть ближе к ребенку. Если компания сделает детский садик прямо у себя в компании, то женщина не будет убегать. Идея довести до крайности. То есть 4 примера. Когда женщина на работе, это привело к каким-то таким негативным последствиям. Там отказались от ребенка, ребенок ушел в дом. То есть найти такой яркий случай. Найти яркий случай, когда женщина работает, и это очень-очень здорово. Найти случай, когда женщина дома, это очень плохо. То есть это привело к каким-то психологическим последствиям в семье, в старозвод, что-то еще. И когда женщина дома, и это очень хорошо. То есть такие 4 полюса. Я бы поместил на билбордах рядом с теми местами, где женщины работают, социальную регламу под названием, что может происходить с их детьми, пока они не занимаются. Страшилки, не ретилистки, а страшилки. Страшилки. Да? Чтобы конкурс прийти, работа дальше будет, по поводу того, у кого женщина наиболее, например, и работа, и физика. Ага. Понятно. Все, да? Четко, лаконично. Я бы это сделала в День Матери, посвятила бы именно вот этот вот День освещению. Третьи, там-то. С одной стороны, когда нас почти что не видят, нас тогда больше любят. То есть День Матери глазами детей? Да. На, пожалуйста. Я бы сделала сайт, не додумала еще, на котором два вопроса возгласила. Ответьте и скажите, зачем вы работаете? Такой же вопрос. И зачем вы воспитываете? О-о-о. Зачем вы сейчас рожаете и воспитываете? А, я сейчас. А что, если пойти от обратного? То есть сейчас до трех лет у нас сидит женщина с ребенком. А если это запретить? И сказать, что пусть теперь папочка сидит. Мне кажется, женщины поднимут кокт и сами запретят в устрем. А, то есть это от мужиков, да? Мужики. Мужики, так, Настя. Мужики. Женщики за декретный отпуск. Господи, сегодня лучше. О-о-о, какой вой поднимется. Так, еще. Так, я бы провела курс с использованием полу-инновейшн. Среди работодателей для того, чтобы они сами предложили решение этой проблемы для женщин. Ага. То есть переложить ответственность на работодателя. То есть понятно, что априори... Прохорому, да. Прохорому, да. Нормальная мать при идеальных условиях должна быть с ребенком. Но она хочет работать. Как решить эту проблему? Пусть работодатель. Что? У меня тоже, я думаю, у меня всегда спрашивают. Ну а ты сам-то елкипалки, а то где-то... Я подумал, что неплохо было бы снять телесериал «Мама гения». И где все вот эти ваши задачки просто показывать и обсуждать. Сейчас мы выберем победителя. У вас будет для этого два голоса. А вы можете отдать по одному голосу за любой из этих проектов. Так? За себя отдавать нельзя. Будем честны. Итак, мнение нашего сообщества победил Денис с яркими случаями. Теперь самое главное, да, зачем? Посмотрите, пожалуйста, на свои самые первые листочки и сравните их с вот этим списком, который мы получили. Я рекомендую всем использовать эту платформу. Я в ней еще не работала, но я знаю, что такое карты мышления, поэтому это для меня понятная система. И я вот рекомендую всем пользоваться такой визуализацией и сбором идей из всех возможных точек, которые можно найти. Честно говоря, я думаю, что умышление – это хорошо. Но я думаю, что надо больше придать значение локализации международного опыта. Мне очень понравилась платформа. Я буду обязательно пользоваться, потому что нам постоянно нужно решать какие-то креативные... Ну, то есть проблемы у нас постоянные, у наших заказчиков, и нужно решать их не только маркетингом каким-то способом, а больше, наверное, удешевлением. Я наконец-то поняла слово «инновация», и теперь я пытаюсь переработать свою идею стартапа под то, чтобы она работала на снижение затрат. Спасибо. Очень здорово, очень помогает структурировать мышление. Действительно, вопросы выводят из привычного круга мыслей и помогают сформулировать разнообразные решения. Потом из них уже выбрать какое-то, которое наиболее нравится, наиболее подходит. Спасибо. 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 Спасибо.